Из всех стран самый тесный контакт Китай поддерживает с Россией. С такого заявления председатель КНР Си Диньпин начал в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Сегодня был второй день его официального визита. Стороны обсудили все направления сотрудничества и смогли сверить часы перед грядущим саммитом Большой Двадцатки, к которому Россия и Китай подходят с близкими позициями по целому ряду вопросов. Наглядное доказательство около двух десятков подписанных соглашений и заявлений. А высшая российская награда для Си Диньпина – признание его заслуг в укреплении дружбы. О визите. Анастасия Саховская. Высшая и старейшая государственная награда России для китайского лидера. Девиз этой награды – за веру и верность. Исторически ею отмечали иностранцев в совершенно особых случаях. Председатель КНР награжден за укрепление дружбы и сотрудничество между народами двух стран. Я знаю господина Си Диньпини уже не первый год. Он хоть и возглавляет великую державу, великую страну, он всегда в личном плане проявляет известную скромность и предпочитает о себе не говорить. Но я бы хотел подчеркнуть, что именно он руководит китайской внешней политикой. И я знаю, не понаслышке, потому что мы с ним работаем вместе, что он лично выносит огромный вклад в развитие двухсторонних связей и принимает решения по ключевым вопросам российских и китайских отношений. И мы это очень ценим, хочу это подчеркнуть. Это награда именно подчеркивает ваш личный вклад в строительство наших отношений. Утром Си Цзиньпин на церемонии в Александровском саду возложил цветы к могиле неизвестного солдата и почтил память павших в Великой Отечественной войне. Наилучшие отношения в истории, наивысший уровень доверия и беспрецедентно частые встречи. Лидеры России и Китая официально общаются уже в третий раз за год. В мае в Пекине, в июне в Астане. Официальный визит председателя КНР в Москву называют ключевым событием года в отношениях. И как не раз подчеркивал Владимир Путин, страны используют любую возможность, чтобы обсудить двустороннюю и международную повестку. Первая встреча. Владимир Путин тепло приветствует Си Цзиньпин. И на всех пленах китайской делегации сразу любопытная деталь. У обоих лидеров в галстуке похожего оттенка, общий тон и в целом у переговоров. Мне приятно отметить, что если в прошлом году мы наблюдали скромный, но все-таки рост товарооборота 3,9%, то в этом году он уже является значительным. 37% за первые 4 месяца текущего года. Экономические вопросы всегда лежат в центре нашего внимания. Но мы занимаемся не только этим. Мы занимаемся и сопряжением наших усилий на международной арене, в сфере безопасности, в борьбе с современными угрозами и вызовами. Даже несмотря на строгий протокол, речи китайского лидера несколько раз звучит слово «дружба» совершенно очевидно. Это не просто язык дипломатии, не только дань вежливости. Уважаемый господин президент Путин, мой хороший друг, дорогие российские друзья, коллеги, я очень рад возможности еще раз нанести государственный визит в Россию. Вчера, сразу после того, как мы прибыли сюда, мы сразу были окружены теплым чувством дружбы, внимания российской стороны к нам. И мы сильно тронут этой дружбой. И я сейчас нахожусь под впечатлением этой сильной дружбы. Встретился председатель КНР и с российским премьером Дмитрий Медведев. Назвал визит Си Цзиньпина еще одной вехой на пути укрепления стратегического партнерства. Короткий перерыв в череде переговоров. Известную китайскую делегацию в Кремле угостили изысканной русской кухней. В меню, например, оладьи с икрой. В целом, необычный формат визита подчеркивался еще накануне в программе. Встреча с деловыми и медиакругами, представителями общественных организаций. Глава комитета дружбы и мира Федор Бондарчук говорит об открытии Китая, форумах для малого и среднего бизнеса, об электронной торговле и даже фитнес-марафонах для студентов. Везде есть свои правила, и их великое множество. Чтобы попасть на китайский рынок, это в одну секунду не происходит. То, что интересует китайских продюсеров и китайскую сторону, российские режиссеры, это факт. Приморье и Амурская область — одни из самых посещаемых туристами из Китая российских регионов. Уличные вывески, ценники в магазинах. Здесь теперь уже и новости на китайском. Укреплять новые голоса в международной информации теперь и это Россия, и Китай будут делать сообща. Ведь уважаемые западные СМИ все чаще тиражируют откровенное вранье. Мало стран в мире становятся жертвами подобных информационных атак, настоящего информационного терроризма, не побоюсь этого слова, так часто и так жестоко, как наши с вами страны Россия и Китай. Мы фактически в одиночку противостоим мощнейшей армии западной мейстринной журналистики. Конечно, мы должны помогать друг другу. Важность совместной работы леет мотивом. Звучит и от китайских журналистов. Мир должен слышать по-настоящему качественные СМИ. Китай и Россия – великие державы, хорошие соседи. Для укрепления взаимопонимания между нашими странами также необходимо сотрудничество и взаимодействие между нашими средствами массовой информации. Первый российский телеканал «Катюша» начнёт вещание в Китае на русском языке, но с китайскими субтитрами. Соглашение подписано сегодня в рамках форума российских и китайских СМИ. А в рамках деловой повестки контракты на сумму более 10 миллиардов долларов предприятие по производству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» треть принадлежит китайским партнёрам, запустят к концу года. Хотел бы выразить большую благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович, и вам, уважаемый господин председатель Сидзипень, за поддержку этого проекта, особенно своевременную, в условиях непростой политической конъюнктуры. А в крупнейшем совместном энергопроекте «Сила Сибири» треть газопровода уже готова, две трети в стадии строительства, сегодня стала известна ключевая дата. Это 20 декабря 2019 года, и действительно это ключевой этап, поскольку проект переходит в завершающую стадию. Всего подписано около четырёх десятков документов в сфере транспорта, здравоохранения, кинопроизводства. В стратегически важной отрасли, сельском хозяйстве, китайский рынок вот-вот откроется для новых категорий импорта. Это уже из заявлений лидеров по итогам визита. Принято решение об увеличении поставок российской пшеницы. В финальной стадии согласование документа о допуске на рынок Китая и других зерновых культур. Обсуждён также вопрос об отмене ограничений на импорт в Китай российского мяса и продукции птицеводства. Китай и Россия, как ведущие экономики мира, настроены на формирование более открытой глобальной экономики. И для этого мы будем усиливать нашу координацию в рамках Большой двадцатки. Как раз на саммите двадцатки в Гамбурге ожидается Владимир Путин и Си Цзиньпин. Снова встретятся. Всего через три дня. Браво, Путин! Спасибо большое. Анастасия Саховская, Александра Терпугова, Антон Косимович, Алексей Карпухин и Мария Самсонова. Вести. Продолжение следует...